В Тверской области в самом разгаре осенний призыв. Первые отправки к местам несения службы новобранцев из Верхней Волжи состоялись 19 октября. Воинские части и формирование уже пополнили около сотни наших земляков. В общей сложности в этом году вооруженные силы страны планируется призвать около тысячи защитников Отечества из Тверской области. Однако и у уклонистов насчитывается более сотни. Уклонение от несения воинской обязанности преследуется по закону и может грозить гражданам, достигшим призывного возраста, уголовной ответственностью. Но, несмотря на это, в каждый призыв находятся те, кто пытается каким-либо способом, что называется, откосить от армии. Подделывает медицинские бумаги, ищет помощи у различных сомнительных организаций, попросту бегает от призывной комиссии. В период 16 июня 2021 года по настоящее время в Тверской области подлежит розыску 663 человека. За этот же период разысканно всего лишь 27 человек. В следственные органы переданы личных дел на 8 человек. Возбуждено уголовных дел одно. Осуждено 5 граждан, возлежавших призыву на военную службу. При этом в военном комиссариате уточняют, далеко не все, кто подлежит розыску, впоследствии оказывается уклонистом. По статистике, реально косят от армии около 30% от общего числа. Остальные могли переехать в другой регион, не встать там на учет и тем самым на время выпасть из поля зрения военкомата. Однако в любом случае, если законных оснований для отсрочки найдено не будет, беглецу может грозить реальный уголовный срок. Каждый гражданин, который пытается избежать военной службы, должен четко понимать, что его ждет наказание. Это должны знать и родители призывников. Нежелание отслужить всего лишь один год может обернуться для их чада в два раза большим сроком лишения свободы. Одним из самых популярных методов уклонения от армии, рассказывают в военкомате, является обращение в различные сомнительные организации, которые обещают помощь в освобождении от исполнения воинской обязанности. Не так давно наш телеканал рассказывал историю юноши Даниила, который заключил договор с одной из таких компаний. Это обошлось ему в крупную сумму денег. Сумма была очень большая, потрачена на это все около 200 тысяч. Но в итоге всех их мероприятий, что они пытались сделать в отношении меня, на суды, подавали в суд, военкомат судили, сколько раз все суды были проиграны. В итоге призывнику пришлось отвечать перед судом. Фемида оказалась благосклонна к нему. Даниил отделался судебным штрафом и отправился служить в армию. Но не всегда все заканчивается таким образом. Уклонения от армии напоминают военкомате и может наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь.